В гостях у Елены Так, на всякий случай еще поздороваюсь с вами Приветствую вас, дорогие наши друзья Вы на канале в гостях у Елены И сегодня я готовлю уже сегодня 1 октября На улице прохладненько и даже холодно И я вам говорила, рассказывала о том, как я запекаю еще на салаты на винегрет К примеру, вот я буду делать винегрет Как я запекаю овощи Когда на улице жарко летом, то я готовлю все это в мультиварке Ну, чтобы не включать духовку дома, чтобы не было жара Как только настает холод, я обязательно все это запекаю, а не варю Значит, вот так вот, чисто-начисто все помыть Желательно, чтобы овощи были примерно, если не идеально, одной величины и картофель И все, чтобы было крупное И застилаем Вот у вас может быть противень, у меня вот такая вот форма невысокая Можете высокую, можете вот такую, ну, любую, какая у вас есть форма, неважно Застилаете фольгой Во-первых, очень вкусно в фольге вот будут запекаться, как в печи Во-вторых, значит, у вас не будет грязный противень То есть тут два зайца вы сразу ловите И сверху тщательно закрываем тоже фольгой Ставлю выпекать при нагреве, ну, при уже нагретой духовке 200 градусов Ну, до готовности, друзья мои Вот, ну, 15 минут это точно Но нужно проверять палочкой, зубочисткой, чем хотите, ножичком В общем, это вы уже сами знаете Вот Здесь буду готовить, значит, перцы Перцы Это так уж я просто положила сюда Еще не готова, собираю, готовлю Я тут все делаю И томатную пасту В общем, все Целый день сегодня вот в такой, значит, запарке Ну, это приятно, это очень приятно Я люблю этим заниматься Я люблю трудиться, что-то делать Не люблю бездельничать И от этого я получаю удовольствие И не до уматывания ни в коем случае Нужно все это делать в меру Чтобы вам это нравилось Чтобы вы получали удовольствие А не упахиваться Потом говорить, надоело, не буду больше Знаете, как многие так говорят Все это надоело Жалуются подруге друг друга Достала это кухня, все такое Это не есть хорошо, но это для меня Если вы готовите с любовью И все, что бы вы ни делаете Делайте, как для Господа То у вас не будет такое настроение Чтобы пойти к подруге Пожаловаться о том, что вы устали От готовки и все такое И все виноваты в этом Буду я, значит, перцы запекать Очень люблю запеченные перцы И еще у меня есть такой рецепт Запеченные перцы Потом снимаю кожуру Укладываю в банки И стерилизую Может быть, я сниму вам это видео Ибо у меня столько сейчас перцев Вы просто не представляете Их просто завались Мне Артем привез Вот Это старые перчики были в холодильнике Я просто их вытащила Чтобы тоже использовать Чтобы они там не подвяли Значит, смазываю я все вот эти овощи целиком И баклажаны у меня сейчас здесь будут Смазываю я их маслом подсолнечным Каждый в отдельности Не просто вот сюда наливаю А смазываю все И укрываю тоже сверху фольгой Ставлю запекать Запекать сильно Но я не сильно запекаю Если вы хотите, чтобы сильно То это вы просто на противне И можете потом и гриль включить Но я немножко Для чего это немножко я буду делать? Для того, чтобы их в банке потом Как бы очищены И складывать И, значит, консервировать Одним словом так А если вы будете кушать То можно и зажаривать Но кто-то и не любит жареный Я не очень Если любите жареный То это лучше на костре делать Там-то, ох Можно и в духовке их запылить Запылить это я называю запудрить То есть до угля То есть верхняя часть Чтобы прям вот черненькая была Вот эта вот шкурочка Но это на выбор Я смотрите вам сколько тут Сказала всяких И еще хочу показать Скоро будет у меня видео на канале А вот такой вот Шикарный, шикарный Я не знаю Ну основы здесь Это экологические земледелия Я наткнулась Значит На один сайт Я очень хочу Чтобы именно экологическое Все выращивать Слежу за этим Ну вы знаете Что я не удобряю Никакими минералками Ничего не делаю Просто Действительно Я даже не копаю грядки То есть Ну вы поняли Кто со мной тот знает А кто нет Переходите и смотрите Плейлисты Сад-огород И Рассада 2017 2018 В общем Смотрите Мне хочется Применять вот такую красоту Я сначала Слышала По телевизору Потом по радио Об этом Потом вот просто Забила и нашла Вот такой сайт И это Лучший алтайский товар Я о нем вам расскажу Смотрите Сколько здесь Всяких наград Я о нем вам расскажу Сниму отдельное видео Это очень полезное Будет видео Не пропустите Подписывайтесь Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Такое шикарное видео Это Флора С Фитоп Флора Тфитоп Терефлора Обязательно Ну просто Просто шикарное Видео будет Это очень Очень многим Будет нужно Такого я еще не знала И не видела никогда И очень рада Что с этим Познакомилась Вот Я себе Выписала Ну Выписывать Вы Я уже Потом вам расскажу Должны По Соткам Сколько соток Земли Потому что Здесь такой Будет расход Сухое Торфяное Игуменное Удобрение Вот одно Это Флора Ну в общем Девчонки Не буду Далеко Заходить Вот у меня Пришла посылка Будет Отдельное Видео Обязательно Снимем С Артемом Он любит Уже Такие Видео Снимать Вот Ну Вот Как-то Так Поставлю Выпекать Что буду делать Сегодня Покажу Вам Еще Сегодня Я намереваюсь Поехать В Ашан Сама Тихонечко Сесть На автобус Благо Что Ашан Автобус Идут Бесплатно Вот Потом Вечером Буду Выпекать Запеку Курицу Я ее Замариновала Вот с такой Картошкой Домашней Кругленькой Мелкой Очень люблю Ее Когда Тетя Валечка Соседка Вот так Вот складывала Картошечку Ну Это Наверное Любимый Звонит Отключусь Кончила О том Буся там Ширует Если Слышите Шорох Если Строители Сделали Перерыв То Буся Начинает Шебуршить Пакеты Вот Когда Тетя Валечка Соседка Моя С дачи Выкапывала Картошечку И вот Она Отдельно Так Мило Так Собирала Мелко И складывала А я Тут Рядышком Готовила Рассказывать Вот Такую Картошечку И мама И даже Я сама Когда Сажала Картошку Еще Даже Мельче Я не Выбрасываю Я брала Мыла Ее И Как бабушка Делала Расскажу Первый Вариант Бабушка Ну Я Тоже Практически Так Делала Единственное Что У меня Не Печка Была Обмоет Как Следует Натрет Обольет Сверху Маслом Все Это Перемажет Перетряхнет Вот Так Очень Любит И Виталий В Румынии Змеголовник Молдавский Вот И Его Посыпаешь И вот Это Все Перетряхиваешь Чтобы Он Был Чтобы Вот Эта Вся Картошка Была Масляная И Запекаешь В печи Русской Это Бабушка Делала В русской Печи У больших Таких Вот И Мама Тоже Семья У нас Большая Семь Человек Было Восемь Вот Плюс Еще Родители И Я Точно Так же Делаю Единственное У меня Что У меня Нет Печки Я Все Это Как Его В духовке Делаю Это Очень вкусно Рассказала И она А у нее Печка Своя Она Говорит Ой Лена Спасибо Ой Надо У них Печка Тут На даче У них Дом Жилой На даче Не Такой Который Мы Снимаем С печкой Ну Обычный Дом Там Еще Родители У нее Жили Раньше Кстати Этот СНТ Там Была Деревня Но Об этом Отдельно Артем Расскажет Он Очень Любит Такие Интересные Истории И Тетя Валечка Родом Оттуда И Она Я Рассказала Не Выбрасывать Она Говорит Нет Нет Мы Не Выбрасываем У нее Скотина Нет Но Я Тоже Не Выбрасываем Мы Первую Съедаем Но Я По Своему Там Ее Делаю Дала Еще И Я Тоже Вот Так Запекала Ее Просто Целиком И Вот Сегодня Буду Делать Вот Такую Вкуснятину Такой Ужин У нас Будет Шикарный Сегодня Будут Свечи Я Хочу Своему Любимому Сделать Устроить Такой Ужин И Для Себя Когда Приедем Из Гуляния Я Сашана Ну А он Конечно С работы Вот Все Это Будет Духовки Я Как Приеду Включу Чтобы Было Горячее Я Все Это Сделаю Посыплю Все И Чтобы Было Готово И Покрою Фольгой И Будет У меня Стоять Также Курица У меня Замаринованная Я Замариновала Вчера Хотела Ее Готовить Но Вы Знаете Я Ее Вот Сюда Положила Видите Она У меня Замаринованная Вот Этот Поддон Здесь У меня Был Здесь Была Она Сегодня Это Сделать Много Еды Было Уже Приготовленной И В общем Я На Этот Поддон Тут Где Она У меня Была Целая Купленная В маринованном Виде Замотала И Положила И Потом Я Ее Вытащу И В духовку Можно В рукаве А можно В противень Любую форму Сверху Фольгой А можно Вообще Замотать Фольгу В общем На любой Вкус То есть Вот Такой Еще Будет Ужин Винегретик Нарежу Сейчас До Поездки Сейчас У меня Все Это Испечется Вот Чтобы Вечером Еще И Салатик Такой Винегретик Был С моими Огурчиками Огурчики У нас Тоже Соленые У меня Хочу Попробовать Вот Просто Под Капроновую Крышку Опа Нет Не Попробую Мысль Пришла А у Меня Все Таки Банки Которые Соления Ведра Соления Помидоры Кабачки Солила Я Прям Соленые В ведрах Пластиковых Я вам Уже Говорила И Банки С огурцами У меня Стоят В подвале Как раз Тети Валечки А мы Не Взяли Ну Ладно Я Открою Маринованные Знаете Прям Как Осенило Вот Вот Тоже Она Мне Помогла Потому Что Здесь Нет Подвала Тепло Было А у Тети Вали Хороший Подвал Она Вообще Она Чудесная Я Еще Раз Еще Одну Приобрела Себя Подругу Милой К моему Сердцу Как Родная Она Мне Хотя Она Мне И Старше У нее Сын 40 лет Но Она Говорит Лена Ты Для Меня Как Подруга Я Говорю А вы Тетевальчика Для Меня Как Мамочка У Нас Много Общего Она Вышла Однажды Говорит Лена Вот У нас С тобой Все Почти Одинаково Все Что Я Люблю Ты Любишь Вот С Огородами С Цветами Она Говорит Такое Впечатление Что Мы Родные А Сын Говорит Да Они Родные Ливы Может Быть Не Нашли Корни Настолько Человек Я Просто Ее Обожаю И Спасибо Господу Что Он Посылает На Мой Путь Таких Замечательных Людей Так Сейчас Пойдем Посмотрим Эту Она Кусает Тыквену Вот Эту Вот Штучку Не Надо Мама Это Оставила Для Того Чтобы Это Все Наливалось Еще Девочки Обязательно Покажу Как Делать Цукаты Вот Из Этой Тыковки Это Сорт Конфетка Я Сделаю Цукаты Такие Вкуснючие И Это Сладкая Тыква Все Вот Эти Сладкущие Хочу Сказать Вам Видите Какие Домашние Влоги И Дачные Влоги Очень Информативные Так что Не пропускайте Многие Пропускают Смотрят Одно Видео Начинают Либо Грубить Либо Задавать Вопросы Которые Уже Есть Не Могу Я Два Дела Делать Друзья Мои Если Вы Подписаны На Мой Канал Нажимайте На Колокольчик Чтобы Видео Для Вас Приходили Сейчас Хочу Рассказать Один Секрет А Может Часто Бывает Мы Покупаем Тыквы И Написано Сладкая Крупная Длинная Там Все Такое Ну В общем Все Всякие Эти Достоинства Тыкв И Вы Потом Раз Вырастили Тыкву Сняли С грядки Разрезали И Попробовали И Говорите Фу Что-то Какая-то Написано Сладкая Сладкая А еще Называется Конфетка Так Вот Друзья Мои Нужно Много Здесь Очень Много Нюансов Есть Много Нужно Как бы Знать И Учесть Хочу Вам Сказать Что Тыкву Когда Вы Срываете Ее Нельзя Использовать Сразу Друзья Мои Смотрите Сколько Вкусняшек Можно Кушать Сейчас Смотрите Смотрите Сколько Вкуснякин О Неприподъемные Большие Прям Вот Это Я Взвесила Почти 300 Грамм Это Можно Кушать Сейчас То Который Портится Не Лежит Тыковка Должна Лежать Полежать После Срыва Значит Храним Ее В прохладном Не сильно Жарком Ну 15 градусов Что было От 15 Ну Можно Больше Но мне Нравится Вот В 15 Градусов Она Хорошо Хранится В сухом Вот Теплом Месте Скажем Так Не Жарком Но Теплом Месте Чтобы Она Как бы Ну Не сильно У вас В горячем В теплом Месте Была Чтобы Не высыхала Быстро И В темном Чтоб темное Место Было Это очень Важно Если вы Помните Раньше Бабушки Наши Хранили Под Кроватями И под Чего-то И в Подполе Здесь Было Тепло Там То есть В темном Месте Это должно Храниться И Смотрите Те Крахмалы Которые Набрали Наши Тыквы С земли То питание В виде Крахмала Должно Превратиться В сахара Сахарозу И это Означает Что тыковки Должны Еще Полежать С хвостиками Сорванные Вот Они Должны Еще У вас Полежать Хотя Бо Месяц Ну вот В принципе Я начинаю Эту вкуснятину Готовить Конечно Есть маленькие Такие Тыковки Столовые Такие Маленькие У меня У меня Тоже Очень В этом году Я не посадила Но Сажала Такие Тыквы Есть Такие Сорта Которые Можно Сделать Но Опять Таки Что Можно На кашку Значит Сделать Что Из нее Еще Можно Потушить Вот Я люблю Маленькие Брать Те Что Желтые У меня Были Вот Я Потушила Сделала Рагу И отдала Еще Соседке Половина Плюс Друзьям Отдали Еще Здесь Я Рагу Сделала Вот Так Да Она Витаминная Все Там Вкусно Но Для Сладостей Для Цукатов И даже Для Каш Зимой Она Должна Полежать Она Такая Вкусная Она Потом Вот Такая Сладкая Сладкая Здесь Этот Крахмал Превращается В сахарозу И Прямо Когда Разрезаете Прямо Такие Капельки Капельки При Разрезе Вы Замечаете Появляется Это Сироп Так Что Вот Видите Сколько Я Вам Даю Хорошей Полезной Информации Отдельные Влоги Тяжело Снимать А так Вот Домашних Отдельные Видео Скорее Всего Домашних Влогах Очень Хорошо Вот Это Все Показывать Поэтому Они Очень Интересные Снимают Для тех Кто Просил Вот Я Продолжаю Бороться С урожаем Вкусняшки Всякие Делать Буду Делать Еще Вот Икру Сделаю И тоже Буду Запекать Вот Я еще Запекаю Их Постоянно Кабачки Кабачки Буду делать Фаршированные Кабачки Наверное В следующие Выходные Сыночек С девушкой Своей Приедут Вот Ну все Ставлю В духовку Потом Подключусь Может быть Ваша Я вам Поснимаю Телефон С собой Возьму На айфончик Потому что Камера Тяжелая Дорогие Хозяюшки Забыла Показать Я сказала Что покажу Вот Уже Измазанные У меня Посмотрите Какие Они Длиннючие Ну это Уже Вот Вот Они Будут Спеть Я Другую Сейчас Буду Еще Делать Формочку Быстренько Пока Вспомнила Вот В этой У меня Будет Четыре Таких Вот Таких Во всю Ширину И Вот Они Зогнутые Даже Перчика Вот Такие Вот Классненькие И Вот Эти Еще Длинные Два Вот Таких Я Положу В другую Естественно Форму Они У меня Вот Так Вот В длину Я Кладу Две И Вот Еще Добавлю Таких Вот Еще Добавлю Сюда В общем Хочу Запечь Много Перчиков Еще Очень Хорошо Их Запечь Значит И Сделать Масляно Чесночную Заливку Вот В общем Я Их Запекла Сняла Кожицу Разрубила Их Как Мне Надо А Можно Прям Целиком Оставить Вот Так Вот Аккуратненько Их Ну Естественно И семена Снять И Обвалять Вот В этой Значит Масляно Чесночной Заливки Посолить И Сложить В баночку Баночка Чистая Стерилизованная И с чесночком И залить Еще маслечко Туда И эту банку Брать В холодильник И будет Закуска Я Замечала Что Это Закуска Без Всяких Уксусов Хотя Вы можете Вот Эту заливку Капнуть Туда Немножко Чайную Ложечку Уксуса Будет Стоять Вообще Месяц А так У меня Неделю Стоит Перец И мы Кушаем Прямо На бутерброды С черным Хлебом Либо Ко всему Это К мясу Вообще Шикарно Остается Только Запечь Мясо Я Почему Говорю Запечь Потому что Я уже Не жарю Я Основно Все Запекаю И Тушу Вот И Пожалуйста Вам Готовый Ужин Ну Все Тогда Я Вспомнила И Быстренько Показала Сейчас Я Сделаю Обе Противня И Уберу У меня Уже Свекла Там Готовится Ну Ну Ж Дорогие Друзья Девчульки Мои Видите Как Еще Запекается Шипит Там Еще Посмотрите Какая Вкуснятина Вот До Такого Состояния Я Выпекаю Я Сказала Кто Не Хочет Чтобы Вот Так Было Накрывайте Сверху Фольгой И Они Не Будут Такие Зажаренные Кто Хочет Чтобы Запекалась Закрывайте Кто Не Закрывайте Кто Хочет На Углях В общем Тут Много Всего Есть И Там У меня Свекла Она Тоже Готова Сейчас Таким Же Образом Поставлю Запекать И Баклажаны Так И Для Для Того Чтобы У вас Шкурочка Хорошо Снималась Вам Нужно Накрыть Все Это Фольгой Либо Вынуть Оттуда Сложить Целлофановый Пакет Для Того Чтобы Они Пропарились Там Хорошо И Можно Кстати В Целлофановом Пакетике Помутуете Вот Так И Шкурка Будет Отходить Хорошо В фольге Вот Просто Ну Она Вот Так Вот Просто Берет И Чистится Дело В том Что Я Может Не Смогу Вам Показать Потому Что У меня Сегодня Очень Много Дел И Мне Нужно Уезжать Ну Вот Как То Так Там У меня Простите Баклажаны Уже Таким же Образом Тушатся И Еще У меня Еще Свекла Будет Очень Люблю Просто Просто Запеченную Свеклу Кушать Каждый День По Две Штуки Я Просто Когда Она Свежая Я Уминаю За Обе Щеки Очень Люблю Это Очень Полезно Ну Что ж Девочки Я Ничего Практически Не Успеваю Вот Еще Я Сделала Плачинты Вот Такая Вкуснятина Как Готовить Молдавское Блюдо И В разных Регионах Кстати Хочу Скать Называется По Разному С Украины Писали Что-то Вертута Но В Украине Называется Вертута Извините Но В Молдавии Это Плачинти Вот Бабушка Моя Делала В печи И мама Большими Большими Противнями Так что Извините Называют Так Как Называют В Вицарабском Районе Село Башкалия Пожалуйста К примеру Вот Как Это Делать У меня Есть Есть Плейлист Кухня Моей Национальности Я Собираюсь Зимой Ее Под видео Где написано Еще Там Есть Рекомендуемое Видео Нажимайте И все Будет Хорошо Так Буду Ставить В духовку Курицу Картофель Вот И К нам Еще приедет Сын С своей Девушкой Так что У нас Будет Прекрасный Ужин Ну А на этом Все Пока